Добрый вечер. Добрый вечер. Сити-менеджер рассказал о ситуации в городе. Мы видим, насколько родителям сегодня трудно сориентироваться в массе, огромной массе информации. Научат воспитывать детей. В Кирове начал работать социальный проект для родителей. Сын Кировского экс-зампреда упал с многоэтажки. Старший ребенок Дмитрия Матвеева, который возглавлял областной департамент здравоохранения, получил несколько переломов во время опасной фотосессии, сообщают сегодня СМИ. Молодой человек делал селфи на 10 этаже жилого дома, но сорвался. Он жив, но, как пишут различные издания, у него несколько тяжелых травм. Перелом нескольких ребер, костей таза, конечностей и ушиб позвоночника. Зачитали обвинения застройщику. Сегодня в Первомайском районном суде прошло заседание по делу о Слободе Новая Сергеева. В зале присутствовал директор фирмы застройщика и пострадавшие. Это дольщики, которые не получили свои квартиры на проезжей 7А. Напомню, возводить дома начали 5 лет назад. Ввод объектов в эксплуатацию планировался во втором квартале 2016 года. Но на сегодня сданы лишь 5 из 18 домов. В ходе расследования застройщик признал свою вину по нескольким статьям. Сейчас он ждет приговора. Вынесут его завтра в Первомайском районном суде города Кирова. Ни денег, ни квартиры. Семья пенсионеров в Кирове оказалась заложниками бюрократических проволочек. Их дом на Карла Маркса 185 признали аварийным еще в 2010 году. Людей расселили в 2017 году, но одна семья отказалась приезжать в построенное для переселенцев новое жилье и потребовала компенсацию. В прошлом году суд вынес решение, что администрация города должна выплатить семье выкупную стоимость в размере 1 миллион 700 тысяч рублей. Однако до сих пор решение суда не исполнено. Люди живут в опасных условиях. Здание гниет от сырости, полы провисают, крыша течет, а зимой промерзают трубы. Вандалы выбивают окна в пустых квартирах. Пенсионеры боятся, что их просто подожгут. Изначально семье предлагали сумму 1 миллион 400 тысяч рублей, но после проведения оценки суд постановил выплатить на 300 тысяч больше. Но до сих пор мэрия не выкупила квартиру. И самое главное, дом администрации не обслуживается, хотя большинство квартир теперь в муниципальной собственности. Администрация объясняет ситуацию следующим образом, что надо было соглашаться сразу. Деньги были запланированы ровно в том объеме по той оценке, которую мы сделали сами. Вы начали с нами спорить, проводить какие-то экспертизы. В результате суд сказал о том, что да, оценка была неправильная и надо вам платить больше. Но сроки ушли, деньги мы не освоили. 25 вопросов и полтора часа обсуждения. Глава администрации Илья Шульгин встретился с журналистами и ответил на их вопросы, начиная от благоустройства города и заканчивая запахами в нем. Свои вопросы задала и наш корреспондент Елена Шарыгина. Во время общения с журналистами Илья Шульгин высказал свое мнение о незаконно построенном доме на улице Щерса. Напомню, по решению суда жилое здание должны снести, потому что построено оно было с нарушением и без разрешения. Несколько десятков человек сейчас могут оказаться без крыши над головой. Сети-менеджер пообещал помочь людям оформить все документы и легализовать постройку. Ни одна из мер не является каким-то препятствием к тому, чтобы дом мог быть приведен в порядок и, как положено, быть оформлен. Потому что сегодня даже прав собственности у жильцов на этот дом нет, они являются долевыми участниками собственности. По объектной регистрации нет. Есть ряд претензий к выполнению санпинов. Это высота потолков. Только делать это придется за счет жильцов, с которыми, кстати, запланирована встреча в администрации. Также Илья Шульгин рассказал, когда в Кирове начнется неживание кладбищ. Разговоры об этом начались еще год назад. Однако до сих пор дело не сдвинулось дальше обсуждения. Не назвал точных сроков и сети-менеджер. Сказал только, что работа ведется. Следующая тема – запахи в городе. БХЗ, который, по мнению большинства кировчан, и портит воздух, закрыли на ремонт. И по итогам всех мероприятий капитального характера будет задействовано все, в том числе, газочное оборудование, которое придет к тому, что запаха больше не будет. Сейчас завод, я так понимаю, остановлен. Проверочные мероприятия намечены. Что-то, какая-то работа ведется. 1 июля началась передача седей в ведение водоканала. Поэтому Илья Шульгин рассказал, как будет проходить этот процесс. В конце июля унитарное предприятие окончательно станет гарантирующим водопоставщиком. Для этого создана дорожная карта городского водопровода и водоотведения. Кроме того, сотрудники смогут перейти напрямую из ККС в водоканал. Это касается и рабочего персонала, и ИТР. То есть, по большому счету, для горожан, мы планируем, чтобы для горожан вообще этот процесс пошел незаметно, потому что люди, которые ходят на объекты водоканала, а это объекты, которые находятся в хозведении водоканала и принадлежат городу, вот эти люди, которые работают в ККС, перейдя в МУК водоканал, они просто продолжат работу на своих рабочих местах. За полтора часа Илья Шульгин ответил на 25 вопросов, такие как судьба трамплина, исторические здания, благоустройство вересников. В том числе, градоначальник объяснил цель создания единого автотранспортного предприятия, которого еще нет, но разговоры среди перевозчиков есть. Это делается для того, чтобы сделать общественный транспорт в городе качественнее и комфортнее, заявил сити-менеджер. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Довича. Недовольны работой Шульгина представители думской оппозиции, депутаты от КПРФ, ЛДПР и Справедливой России обсуждают возможность расследования деятельности сити-менеджера. По их мнению, Шульгин лоббирует частные интересы при заключении муниципальных контрактов и неэффективно руководит городом. Сегодня в студии у нас представители партии оппозиции. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Напомню, в студии Татьяна Николаевна Веселова от ЛДПР, Михаил Николаевич Ковязин от партии «Справедливая Россия» и Алексей Владимирович Вотинцев от КПРФ. Вопрос к Алексею Владимировичу. Прежде всего, представители вашей партии направили в администрацию президента обращение, как я понимаю, с требованием провести проверку работы Шульгина. О чем там речь? Прежде всего, очень много вопросов у нас по лоббистской деятельности. Потому что, на наш взгляд, вот та ситуация по дому, которая была приобретена у фирмы «Железно», лоббирование интересов. Уточним, к какому дому, о чем идет речь? Дом, где он проживает сейчас. Дом был продан фирмой «Железно». Ну, как мы считаем, что есть составляющая, потому что именно эта фирма выигрывает контракты по строительству школ, детских садов и всего остального. Это не единственный случай, потому что очень много других претензий как раз по этой составляющей. Ну, например, какие еще? Ну, вот, например, то же самое лоббирование интересов по вытеснению Калинка Морозов, корнолыжного курорта. Вот буквально вчера прошел суд, который опять выиграл эту организацию. Но городские власти утверждают, что склон захламлен отходами, и нужно просто все убрать и почистить. Ну, видите, на наш взгляд, ситуация совершенно другая, потому что, скорее всего, под строительство, потому что рядом расположены как раз многоквартирные дома, хотя на этой же территории к ним никаких претензий не имеется. Там автомобильная площадка и все остальное. И много других вопросов, которые вызывают интерес, например, вот по реке Вятка, по вереснякам, где пытается такой абсурдный, на наш взгляд, проект по поводу обваловки всей территории вересняков песчаным балом. Все это будет браться из Вятки. На самом деле мы считаем, что это лоббирование тех песчаных королей, которые сейчас пользуются дном. Но на самом деле это может привести только к экологической катастрофе. Ну, коллеги по оппозиции согласны с такими претензиями? И вопросов много, это только... Как вы считаете? Претензии по лоббированию, конечно, они уже явно налицо, хотя бы даже взять энергосервисный контракт. Очень яро защищал Илья Вячеславович этот контракт. Сейчас даже, например, по примеру Курска, там уже заведено уголовное дело. И наш город тоже на этом же примере может потерять 250-300 миллионов рублей. И я считаю, что тут есть в чем разобраться. Энергосервисный контракт, который могли бы сами наши специалисты... Это речь о посвящении города, как я понимаю. Верно. И таких контрактов сейчас накапливается все больше и больше. У вас тоже претензии к тендерам, как я понимаю, партии ЛДПР? Ну, у нас партия «Справедливая Россия». Но есть вопросы, скажем так, они чуть шире. То есть это вопросы вообще к эффективности работы администрации, которую возглавляет Илья Вячеславович Шульгин. Потому что достаточно много замечаний, которые были и в зимний период. Мы все помним, как дороги чистились. И вызывало много вопросов, опять же, про подрядчик, который там выиграл этот тендер. И результаты там, опять же, были достаточно печальны для города. И это касается там всех остальных вопросов, которые не только про лоббирование, ну и в том числе про эффективность, наверное, в целом к администрации, которую он возглавляет. Ну, во что выливаются ваши претензии? Это прокурорская проверка? То есть какие ваши дальнейшие шаги? Если по уставу смотреть города, да, есть такая возможность создать комиссию. Не знаю, коллеги еще обратились или не обратились с предложением создания. А какая-то все намерение с вашей стороны. Ну, с премьер-мерение. Да, покажите обсуждение. И мы, конечно, поддерживаем, наша фракция поддерживает создание такой комиссии, потому что жалобы жителей не заканчиваются, они поступают каждый день. И мы обязаны отреагировать на помещение граждан. Сегодня Илья Шульгин прокомментировал подобные претензии. Давайте посмотрим, что он об этом сказал. Пока нет документов, что обсуждать. То есть один из депутатов городской думы высказал, ну, так скажем, некие мысли по этому поводу, да, на заседании городской думы. Ну, насколько я понял, они не были поддержаны. И вообще я могу сказать, что, ну, депутатская деятельность – это депутатская деятельность, а работа администрации – это работа администрации. И каждый должен заниматься своим делом. Что можно прокомментировать вот в ответ? Это во всем, так, потому что когда депутаты хотят войти в какие-либо комиссии, они говорят вам, честно говоря, не мешайте работать. То есть трудом, получается, войти в комиссии администрации. Вообще есть какие-то факты на руках? Есть претензии, но есть какие-то факты? Вот претензии по той же кадровой политике. Вот смотрите, сейчас на сайт выйдите, да, какие вакансии, особенно зам главы администрации города. Какие? Там пустые места. Да, то есть, сами видите, выйдите на сайт администрации. О чем это говорится? То же самое. Ну, например, факт приведу. Один из советников Шульгина, некий Чи-би-шеф, он до этого наследил Мариел, он был руководителем релиководческой аферы. Сейчас он находится личный банкрот, поэтому он не имеет даже зарплаты и всего остального, то есть он на общественных началах находится. Кроме того, например, его помощница, она устроена в водоканале, и таких вот проблем очень много, потому что, ну, не секрет, что так называемое казанское нашествие сейчас является уже на слуху у всех, потому что не хватает кадров для его, так сказать, проектов, прожекторов каких-то. Я понимаю, что вначале мы даже поддержали его, когда он решил оставить всю собственность в городе, не стал разбазарить, не стал нам приватизацию направлять. Опасные качели. Прокуроры нашли нарушения в работе нескольких кировских аттракционов. Научат воспитывать детей. В Кирове начал работать социальный проект для родителей. Погуляли и сделали полезные покупки, чем еще запомнился день кировчанам. Это Давича, и мы продолжаем обсуждать с представителями думской оппозиции претензии к работе главы администрации города. Вообще, впервые оппозиция таким единым фронтом выходит с претензиями к главе администрации города? Наверное, из нас никто раньше не был, но со слов коллег, да, нынешняя дума, она более активная. Я думаю, оно дает о себе знать и действия главы администрации. Вот мы сегодня спросили у наших подписчиков в группе ВКонтакте, как изменился город за последние пару лет. Подавляющее большинство, ну 36%, точнее нет, 45% отвечают, что ничего не изменилось за последние пару лет. 36% отвечают, что изменилось в худшую сторону. И 19% считают, что даже в лучшую сторону стало чище, зеленее, дороги больше ремонтируют. Как прокомментируете такие итоги голосования нашего? То есть есть люди, которые считают, что город меняется в лучшую сторону? Ну где-то в каких-то местах, наверное, в лучшую меняется, потому что не может быть так плохо. Но в целом, если посмотреть, понимаете, дворы вечают. Вот даже после каких-то ремонтов или там таких помпезных проектов, ну вот буквально сегодня я проходил около, по улице Труда, там построили недавно тротуар хороший, поставили скамейки и все. Ну вот буквально такая бесхозяйственность, то есть не залуженный. То есть там, где песок лежал, там плеши остались. И вот такая она прослеживается везде. То есть это мое, а это не мое. Это я уже не занимаюсь. Вот так же на действия администрации. С наказом обращаешься к чиновнику, они тебе отписки пишут, что деньги не предусмотрены. Понимаете, вот такое несконструктивное отношение к депутатам, оно потом и складывается на то, что претензии... Но вы озвучиваете, когда свои претензии, конкретно, соответственно, Илье Вячеславовичу Шульгину? Постоянно. Что он отвечает на это? Ну вот, например, буквально завтра будет встреча по дому на счет со 127К, который к сносу был, расселению и все остальное. Вы понимаете, жители уже жили более пяти лет. Можно было решить эту проблему? В 2017 году прошел суд. Все, пока не клюнул петух, как говорится, к этой проблеме не приступали. Так же по запахам, так же по другим проблемам. Понимаете, вот когда эта система, ну так же, как снегопад, помните, как город утопал просто в снегу. Пока уже не забили, пока не стали уже не проезжающие наши улицы, никто ничего не реагировал. Все ли зависит от главы администрации в данном случае, как вы считаете? Ну все равно начальник, он есть начальник, и виноватый всегда он, пусть даже это виновата команда. И вот, наверное, в эту сторону ему придется как-то пересмотреть. Мы постоянно, вот наша фракция задает вопросы на отчетах и при принятии бюджета, когда будет сокращение бюджета на штатную численность. Нам также было обещано когда-то сокращение, но сейчас мы видим увеличение. А необходимо сократить? То есть большая расхода на... У нас 30% бюджета тратится на зарплаты чиновников. Это какая сумма? Это более 3 миллиардов рублей. Это только на зарплаты. А если еще смотреть на дотации, субсидии всем автономным учреждениям, это еще 30%. То есть 60% бюджета тратится на зарплаты и на содержание всех учреждений муниципальных. И сейчас получается, то есть нанимают новый персонал, то есть штаты расширяются, как вы говорите? Зарплаты увеличиваются. Зарплаты увеличиваются. Если даже штат не увеличивается, но зарплаты, как мы видим, увеличиваются. Но ваша конкретная цель какая? Чтобы жителям жилось лучше. Цель очень простая. На самом деле депутатский корпус, это не отдельная единица. По сути дела, любой депутат является представителем жителей, который вступает в диалог, в том числе с администрацией, для того, чтобы решать какие-то простые вопросы. И поэтому действительно у меня и у моих коллег один из вопросов, это действительно отсутствие какой-то четкой системной работы, которая привела бы к каким-то результатам. Именно поэтому ряд жителей что-то увидели, ряд не увидели, а по сути дела большинство в данном случае, они действительно каких-то изменений не обратили внимания. Потому что не всегда за первым шагом следует логичный второй, третий и так далее. То есть что-то делается, потом эта тема тихонечко умирает или отходит на задний план. И так по многим очень вопросам. Я сейчас в данном случае не про конкретно господина Шульгина, а действительно по его администрацию, которую он возглавляет. Потому что на самом деле мне лично, в первую очередь, безусловно, на мои запросы, на мои какие-то просьбы, требования отвечают его подчиненные. И естественно я понимаю, что он как руководитель в том числе на ответственном вопросе. Потому что вопросов очень... Падает впечатление, что администрация работает по инерции. Вот как Быковым была заложена та система, она продолжает инерционно работать. И вот как-то что-то, чего-то шевелится. На самом деле все кроме фикции и ничего существенного, кардинальных изменений нет. И если резюмировать в двух словах буквально, то есть ваши дальнейшие действия, какие будете, куда обращаться и куда уже обратились? Ну с требованием разобраться в ситуации и так далее. Вот мы уже озвучили в начале, как фракция КПРФ борется по этому моменту. Кроме того, мы будем приглашать коллег, чтобы все-таки обратились. И городская дума создала комиссию по расследованию деятельности. Потому что необходимо, тем более сразу же, как только он пришел, месяц он не приступал к своим обязанностям. Я в то время делал указания, что это уже не продуктивно, не профессионально. Когда человека назначили, и я понимаю, там какие-то есть проблемы. Но извините меня, это уже не уважение. Это уже показ того, что человек не совсем адекватно может быть готов к исполнению своих обязанностей. И это же отношение ближе не к тему, а вот к партии, которая его выдвинула, поддержала. Поэтому и все, это не просто его вина, это ответственность на всей той партии, которая вот эти все, как сказать, дела проводит и это все покрывает. Но, к сожалению, наше время ограничено. Держите нас в курсе событий, как будут развиваться дальнейшие ваши действия. Спасибо огромное, что пришли, ответили на вопросы. Ну а мы продолжаем. Держите нас в курсе событий. Колокольчик, автомобиль. А у одного из аттракционов отсутствовал паспорт и даже пульт управления. Кировчанам стоит быть осторожнее и рядом с объектами в Кочеровском парке. Там отсутствуют, согласно проверке, нужные ограждения. Кроме того, найдены нарушения на площадках для отдыха и в парке имени Гагарина, на площади Конева и в Талице. Владельцам аттракционов внесено 11 представлений, в ходе которых, в частности, необходимо заменить устаревшие элементы, провести снова техосмотр, получить паспорта. В отношении девяти лиц будут возбуждены административные производства. Более сотни родителей смогут научиться общению с детьми и их грамотному воспитанию. Кировские педагоги дошкольного образования выиграли президентский грант. С августа по декабрь будут проходить семинары, мастер-классы и вебинары с ведущими психологами и педагогами Кирова и всей страны. Кто сможет присоединиться к проекту, выясняла Елена Шарыгина. Мамина школа откроется для родителей Кирова уже в августе, говорят организаторы педагоги. Это проект, где 100 мам, пап, бабушек и нянь смогут пройти обучение по воспитанию детей. Причем к занятиям у всех желающих тоже будет доступ в онлайн-режиме. Таким образом, психологи и воспитатели планируют дать фундамент родителям для воспитания своих детей. И видим, насколько родителям сегодня трудно сориентироваться в массе, огромной массе информации, которая доступна в разных источниках. Прежде всего в интернете, потом неравнодушные подруги, соседи, коллеги по песочнице или бабушки. Информации очень много. И не всегда родители могут грамотно ориентироваться в полученных знаниях. Чтобы этого избежать, психологи разработали проект «Мамина школа». Заявились на президентский грант и выиграли его. Занятия будут проходить в формате вебинаров, семинаров и мастер-классов. Вести их будут кировские педагоги, а также специалисты со всей страны. Одна из них – Татьяна Галкина. Недавно девушка вернулась с интенсивного курса обучения в Москве в летней школе «Рыбаков фонд». Это практические знания. Это конкретные методы, какие-то новые методы и формы работы с детьми дошкольного возраста. Это конкретные игры, упражнения. Сейчас организаторы ищут возможность записать родителей на курсы так, чтобы охватить все слои населения. А после завершения обучения в планах и дальше помогать родителям грамотному воспитанию своих детей. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Таким этот день увидели наши корреспонденты. А какие новости у кировчан? Давайте посмотрим. Мы сегодня приехали на экскурсию из Кирова-Чепецка. Мы поели. Это самое лучшее, мне кажется, сейчас за день. Вот. И походили по магазинам. Хорошая погода, нет дождя. Мороженое покушали. Моя бабуля приехала. Вот. Это уже прям лучший день. Ездил в наши фонды музейные. Привез очень интересную вазу. По площади походили. Погода хорошая. Вот и все мы ходим и запоминаются. Подарки купили. Вятскую дымку купили. Вот. Нашу. Посылаем в Екатеринбург. Это у нас последний пункт путешествия от Петербурга до Кирова. А что купили? Трикотаж. Треники. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok